Всем большой привет! Праздники закончились, а я еще не распаковал подарки, которые Женя мне подарила. Во всех социальных сетях, которые вот ниже в описании под видео, было выложено куча сторисов разных прикольных, и советую подписаться по вот этой тематике. Друзья, у нас сегодня на обзоре Люксталь 8М, но не спешите переключаться те, кто считает, что Денис продался за рекламу. На самом деле, я объявил челлендж, который мы начинаем с вами после Нового года. Это о спорте, это о трансформации тела и так далее. То есть, будем худеть, будем заниматься собой. Это еще раз показывает, что вот такие вот покупочки, подарочки, они для меня не являются алкогольной тематикой. Потому что здесь больше науки, больше алхимии. Не алкохимии, а алхимии. Откроем аппарат, посмотрим его. Ну, прямо сейчас это будем уже делать. И я вам расскажу особенности и отличия двухдюймовой царги от трех, установки тенов, да даже тупо упаковки. А по поводу вот этих комментариев, которые некоторые люди пишут о том, что спаиваете страну, рекламируя такие вещи, не суть в том, чтобы напиться и проспаться. А суть в том, что ты можешь изобрести какие-то интересные вещи. Кстати, вот на новогодних праздниках я раздарил всем, кто в теме, всем, кто понимает, около 10 литров, наверное. Как сувениры люди отвезли. Но это не обязательно пить, это можно просто поставить, вот там у меня на полочке стоит, например, стоит себе какой-то там лейбл, не помню даже. Не будем время тратить, начинаем распаковку. Поехали. Можно я? Да, конечно. Давай, я тебя спущу. Хочу сказать один момент. Некоторые вещи, которые вы сейчас увидите, это было уже не в стандартной комплектации. Мы докупали это отдельно. Например, вот тен, он не идет. И, по-моему, попугай тоже не идет. Да, это попугай. Это как на том было не так, это вот так теперь будет. Смотри, попугай, который у нас был, он автономный. То есть он ставится на столик и работает. Эта же штука ставится в трехлитровую банку и работает уже с банкой. То есть у тебя емкость уже, да, вот она. А, это для этого вот это вот, типа как крышечка такая, дрынь и все, да? Да. Идем дальше, друзья. Мы взяли специально сразу тен. По-моему, он, да, на 3,5 киловатта. Вот, он будет установлен. Но это уже в комплектацию не входит, насколько я помню. А он для чего? Ну, это для того, чтобы греть наш куб. Ничего не понятно, но очень интересно. Мы не пользуемся плитой, мы пользуемся тенами. Так удобней. И, кстати, друзья, советую, это на самом деле классно. Это, короче, теперь не вот в эту вот розетку будет вставляться, а просто вот такая? Да, на 3,5 киловатта, в принципе, можно вставить любую розетку, в которую вставляется чайник. Но, скорее всего, я переделаю это под свою серьезную, мощную розетку, чтобы, ну, так как у меня там ампераж, стоят специальные автоматы. Прикольный дизайн, нестандартный, не тот, который у меня был. Здесь все это делается кнопочками. Модненько. У меня была вращалка. И здесь, кстати, два табло, в отличие от того. Разрешайте снять эту красоту? Все. Первая коробка. Мы разобрались. Ну, ты поняла, да, что этот попугай устанавливается в бочку, в банку и сразу же работает. Едем дальше. Путент стандартный, он будет на кламповом соединении, на двухдюймовом подцепляться к перегонному кубу. Вот эта штука, точно вам сразу скажу, и я знаю, что там. Она идет некомплектная, я ее приобретал отдельно. Доставай, Жень. Даже мне не было снашло. Это модуль увеличения бака, то, чего не хватало мне, и я это взял. Еще выше будет? Да, то есть он стандартный бак. Сейчас мы достанем его. Он идет на 37 литров. Я усилил конструкцию, еще двадцаточкой, выдергивай. Не могу, тут надо. Ну, тут все по-умному. Кстати, пакуют, ребята, вообще шикарно. Мне понравилось. Просто столько классного качественного картона. Никакой пупырки, филлера, а просто картоном делают. Ну, вы сейчас увидите дальше, потому что я уже вскрывал коробку и смотрел. Дополнительный перегонный куб. Это на 20 литров. Кто видел в видосе алюминиевые две фляги, сразу же входят. И получается, что за один перегон я сразу добиваюсь того, что мне нужно. То есть мне не приходится делать этих два. Но это уже опыт, который пришел с пониманием, ну, вот этих работ. Процесса. Как можно было взять так и продумать вот даже вот этот момент. И это действительно, ребята, стоящая вещь. Посмотрите. Ограничительные кольца. В чем прикол? Кто знает, тот знает. В силиконе вот здесь уложено металлическое кольцо для того, чтобы оно держало форму. Но еще дополнительно они сделали вот такую, якобы, зиговку, которая не дает возможности нашему кольцу вывалиться. Да, но просто не выпадывает. То есть, когда ты одеваешь сверху вторую, одеваешь туда хомут, то у тебя все фиксируется и все это классно, удобно. Плюс они еще сделали вот такую лазерную гравировку. Вообще молодцы, ребята. В народе про Люксталь 8 говорят Ламборджини среди самогонных аппаратов. Делает напитки просто шикарные. Но это мы узнаем позже, когда все разберем, попробуем и протестим. Друзья, я хочу сделать небольшой такой видеоряд. Может быть, даже создам плейлист по этой тематике, в которой просто расскажу все от разборки до заключительного процесса зерновой браги. Что еще хочу сказать, парни, кто у нас подписан в Телеграме? Видели, я выкладывал видос, как я готовлю брагу. И он набрал 760 тысяч просмотров. Сколько мне комментариев написали ребята, что не вздумай такое давать своим гостям. Я там просто сахар разбавлял водой и насыпал туда дрожжи. Конечно же, такое никто не пьет. Это сырье для изготовления конечного продукта. Собственно, эта мысль меня натолкнула, что надо снять для вас полностью обзор, показать. Кстати, да, еще, ребят, мы увидели вот такой моментик здесь. Нам дают гарантийные талоны на все элементы. Гарантийный срок на модуль увеличения идет 10 лет. А гарантия на все допы, типа вот таких вот элементиков, по-моему, год. Смотри просто, какая упаковка. Помнишь, к нам приезжал супер-пылесос модный, импортный, классный? И он также был упакован прямо в коробку, в коробку. Нет, подожди, это был не пылесос. Это, по-моему, был этот гриль. Мы коробочка из коробочки. Да и гриль, и пылесос. Пылесос мы вот недавно вытаскивали также. Так, что у нас здесь идет, друзья? Смотрите, это холодильник. Такой маленький. Ну, это дефлегматор, по сути, если говорить такими словами простыми, народными. Дефлегматор, либо холодильник. Смотрите, какой красивый, какой аккуратненький и какой мощный. Мощность просто нереальная. Для примера скажу, что в предыдущем аппарате я использовал вкупе сразу дефлегматор плюс холодильник. Это была большая мощная конструкция, что давало возможности хорошего отбора. Смотрим дальше. У меня в коробочке это уже для перегона, то есть она устанавливается внизу холодильника. Это от кламповых трёхдюймовых прокладки. Четыре. Четыре клампа. Должно быть пять. Пятый кламп мы найдем с тобой в коробке с диоптером. Друзья, это уже идет дохладитель. Чем он мне понравился? Тем, что он идет с игольчатой тонкой настройкой. То есть во всех аппаратах чаще всего используется пережим типа медицинского, где пережимается трубочка. В данном случае вы иголочкой очень четенько до одного градуса можете закрыть или открыть. Вот это для доохладителя. То есть это узел отбора по жидкости. И кстати я пользуюсь теперь узлом отбора по жидкости. Я не использую дефлегматор в своей работе. Очень удобно, классно. Ну а это клампы для этой системы. Это фум-лента. Ребята догадались даже использовать ключи, то есть присылать ключи в комплекте для того, чтобы затягивать нам насадки на холодильнике. Это вообще грамотно. Так, и вот эта штука, это у нас на сифон на кухне. Но мы придумали вот такой вариант. Продается в любом самогонном отделе. Очень удобно. То есть вот с этой стороны вы подключаете шланг. А вот этим вот переключателем можно перейти вода подачи основная или вода подачи в шланчик. В комплекте у нас идет, это все в наборе, вот такая вот штука с термометром. Термометр забирай. Ну они стандартные у всех. Эта штука называется штаны. Кстати, чем прикольно? Почему штаны, а не гантели? А давай мы отправим разработчикам новую идею. По-моему, прикольно. Похоже на гантели. Да. Что мне понравилось в аппарате и что не понравилось? Понравилось то, что это реально компактно. Ну то есть они так продумали все, что это максимально прям друг другу все подставляется. Все такое прям, ну вы увидите в дальнейшем, когда будем собирать. Но что не понравилось, мне очень нравится говорить всем своим гостям, что у меня аппарат для изготовления напитков до самого потолка. Это прикольно. А этот, он мощнее, но собирается очень компактно. Хотя во вторую перегонку, когда мы будем выстраивать уже царги в небо, ну они также у нас и будут до потолка. О, как раз здесь у нас диоптер, друзья. Эта штука, смотрите, она у нас будет устанавливаться на самый верх. Для чего диоптер нужен? Для того, чтобы в принципе знать, нет ли захлебок колонны и контролировать визуально, что у вас происходит внутри царги. Вот эти игольчатые основания, по-моему, в 55 штук, но это не точно, надо посмотреть по инструкции, они для лучшего орошения. То есть, когда у вас начинается движение флегмы по царге, на предыдущих аппаратах, которые вот мне знакомы, которые я держал в руках, на них флегма либо стекала по стенкам, либо капала от чашечки, которая была по центру. Вот, здесь же, посмотрите, какую конструкцию придумали конструкторы. То есть, вот эти все иголочки, они дают равномерное орошение царги, а тем самым мы получаем обалденную дефлегмацию. Если говорить умными словами, то это тепломассобмен. И вот смотрите, если человека обзывать алкоголиком в комментариях, то как вы думаете, этот человек может вот такими терминами оперировать? Мне кажется, нет, но это решать больше вам. А, ну здесь вот он как раз пятый кламп, который мы потеряли. К нему идет силикон. Парни из компании Люксталь, и, кстати, она называется не Люкстайл, а Люксталь. Это люксовая сталь 8М. Выпустили вот такие вот руководства пользователя по управлению аппаратом, а также 100 рецептов алкогольных напитков мира. Ну обалдеть, да? И в такой классной книжке. То есть можно придумывать, можно брать идеи уже из книги и пользоваться. А можно заполнять? Можно заполнять, там еще есть место для того, чтобы написать свои идеи. Но мы делаем только безалкогольные. Мы дистиллируем воду. Абсент! Ладно, Жень, хорошо. Смотри, идем дальше. Теперь, вот, короче, чтобы вы понимали, весь смысл был менять мне то, что у меня уже было, на то, что теперь у меня есть. Это первое, скорость отбора. Второе, качество изготовления напитка. По этому вопросу в комментариях сейчас могут мне накидать. Потому что кто-нибудь скажет, ты когда делал напиток на предыдущем аппарате, у тебя было 96,6. И было на всем периоде перегона. Зачем тогда ты сейчас меняешь шило на мыло, если у тебя есть уже это? Друзья, но самый прикол, который я узнал уже чуть позже, что оказывается, при одной и той же спиртуозности, качество продукта может резко отличаться. И если кто-то со мной хочет поспорить, из тех, кто уже в этом разбирается, то я задам такой простой вопрос. Друзья, когда вы гоните головы, они у вас 96,6. Но в них находится вся периодическая таблица Менделеева, начиная от ацетона, заканчивая метиловым и муравьиной кислотой. Правильно? Вы это знаете. А от спиртуоза 96,6. Но мы эти напитки относим для разжигания мангала. Тело, которое тоже 96,6, мы используем уже для работы. Поэтому здесь я могу поспорить. И вот именно трехдюймовая царга, она дает вам возможности. В идеале, конечно, если мы сделаем три трехдюймовых царги, то есть выстроим колонну полтора метра высотой, тогда это будет вообще уникально. Но, братцы, если говорить о том, что некоторые на полуторадюймовой царги, там, на полуметровой делают напитки, то это у нас уже сейчас идеальная рецептура. Так, Жень, ну ты вскрывай, что дальше. Сразу же царга идет утепленная. И она утепленная не простой телетрубкой из хозмага, а посмотрите, какой прикольной, классной махрушкой. Махрушка. Вот, в каждой царге есть место для установки термометра. О, кстати, вот здесь доохладитель был в комплекте. Смотрите, вытаскиваем аккуратно. Так, мне бы не уронить. Да. Вот система доохлаждения. Вот я теперь работаю только через нее. И считаю, что это самый оптимальный вариант. Все, что вы забираете из продукта, вы забираете через доохладитель. О, ОТК. Обалдеть. Оно, кстати, ты видела? Оно такая штучка. Все на ОТК, да? Смотри, да, здесь. Класс. Ребята дают гарантию. Я-то могу почему сейчас говорить вам в примерах, потому что у меня есть чем сравнивать. Я в прошлый раз, когда первый аппарат свой распаковывал, мне, ну, не было примеров. Я вообще, для меня это был темный лес. Сегодня же я уже поднаторел, и я думаю, что в моем диалоге вы видите, что я знаю, о чем говорю. И вот даже момент, смотрите, первое, да, установили силиконовые крепления для установки термометра. Второе, есть домное перекрестие. Забирай, что там есть. Да, кстати, в комплекте, чем мне нравится, что в данном случае комплектация идет полная. Сразу же уложен силикон для закрытия всех вопросов. Силикон причем, да, по-моему? Нет. Подожди, это силикон или ПВХ? На этом мы разберемся. Над чем стоит поработать? Это многие пишут, ребята, кто приобретает себе Люксталь 8, так как все-таки игрушка считается из премиум класса, сегмента. Зачем здесь спиртометр такого низкого качества? Что он есть, это хорошо, но что он вот такого класса, он, ну, ничего хорошего. Слабенький он. Вопрос, я вас не сильно заболтал, парни. Как минимум, я думаю, что за время нашего сегодняшнего диалога вы уже вот даже по спиртуозности хотя бы такую фишечку, но себе в голову поняли, да? Качество продукта при одной и той же спиртуозности может отличаться. Это очень важно. Так, Евгения Алексеевна. А, так это вытаскивается, это уже все, коробка ненужная. Ой, теперь это красота. Что я видел, когда выбирал себе этот аппарат? Смотрите, во-первых, толщина металла лютейшая. Кстати, когда я искал себе его, думал о нем, заезжал в конторы, которые занимаются аппаратами для домашнего творчества, говорю, вот я хочу легсталь 8М. И мне говорят, не бери его ни в коем случае, металл тонкий, конструкция несерьезная, все сделали на отвали, больше бренда в рекламе. Ну, вот, вот вам бренд в рекламе. Ребята, если вы смотрите меня из самогонных отделов, вот вам ответ. Сам перегонный куб, внутри что у нас? Какая-то пробка? Как она называется-то, я не знаю. Это РПН-ка, РПН-ка, регулярно-призматическая насадка. Это тоже шок, потому что пакетик СПН-ки 800 граммов стоит 600 рублей, по-моему. Вот эти ребята кладут в комплекте два вот таких контейнера по 2,5, по 2,4 килограмма. Кстати, в этой самогонной лавке мне тоже сказали, говорят, да тебе там насыпят, тебе не хватит, надо больше брать. Покупай у нас уже заранее, говорю, да там должны все грамотно сделать. Вот. То есть у нас получается 4,8 килограмма СПН. Обалдеть. Но единственное, что сразу скажу, друзья, это будет, наверное... Это вот эти ужасненькие, которые я собирала по всему дому. А, ну да, я просыпал тут один раз. Было такое. Я просто показывал. Кстати, вот да, это, к слову, о перекрестии. Показывал товарищу этот, там чашечка была снизу, я вставлял, покупал дополнительно. И я вот так переворачиваю, показать, у меня высыпается РПН-ка, выпадывает РПН-ка. И весь СПН на пол, вот так по полу. Ну, это дало возможности мне его зато промыть еще раз и использовать. Блин, смотри, с такой маленькой коробки уже столько вытащили. Все, вот с этой штукой мы поработаем. Да, главное, чтобы она сейчас не открылась. То есть, что мне говорили, но я вот этого не вижу, но я это проверю. Говорили ребята в комментариях, что с ней надо поработать, что ее надо помыть, что она приезжает грязная. Но это мы в подготовительных работах все с вами сделаем. То есть, сегодня у нас просто анбоксинг, или как, распаковка. Завтра мы это все подготовим, помоем и сделаем первый перегон подготовительной браги. Та, которая у нас была в видосе про... Я в сторисы выкладывал. И, кстати, в шорцах он есть, это видео, где я брагу делал в подвале у себя в цоколе. О, и тут тоже гарантийник. Нет, вот это прикольно. Ребята дают гарантийник со всеми печатями и подписями о том, что 10 лет у нас на все. Давай эти бумажки мы соберем обязательно. И отдельно вот там положим. Корпус вытащим. Да, теперь вытаскиваем, как сегодня я услышал, ребят, на кастрюле, но мне не нравится. Я считаю, перегонный куб красивее звучит. Что мы сразу же видим, друзья? Первое, это антитерморучки, то есть не обожжешься. Кран идет на клампе, его натягивать никуда не надо, кламп затянул, и все, у вас кран подключен. Третий момент, ну, как и увеличитель объема куба, такая же идет силиконовая штукенция, для того, чтобы она не выпала, когда вы будете закрывать. Так, здесь идет у нас система также для подключения термометра. Классный логотип, говорящий о том, что все производится в России из пищевого металла ИСИТ-304. Внутри есть литраж, это на 37 литров. И, посмотрите, какой еще прикольный момент, тен подключается тоже через кламп. И если есть желание, можно взять просто, убрать оттуда кран и поставить там второй тен. То есть вы можете просто взять, поставить два тена, будет шарашить в два раза сильнее. Ну и сам по себе классный момент. Я совершил большую ошибку, чего я не взял сюда, и, наверное, возьму, а может посмотрю, от того аппарата может подойти. Наверное, у них все равно диаметры где-то примерно одинаковые. Вы видите, что есть зиговочка, зиговка для перегона зерновой браги. Но нет фальш-дна для того, чтобы не пригорало дно от самого зерна. Вот эта проблемка есть. Ну и если пиво соберемся варить, то обязательно фальш-дно. Но с пивом, наверное, я буду брать конкретно пивной аппарат, если все-таки дойду до этого. Мы же с вами на спорте, помните? Вот и все, друзья. Это все, что вам необходимо для того, чтобы начать заниматься творчеством. Сейчас я вам покажу, как это будет у меня в дальнейшем выглядеть в системе первого перегона и в системе второго перегона. Прямо вот сейчас будет кадрами, а потом мы пойдем это все мыть, уже подготавливать и показывать вам, как мы подготавливаем это к работе. Все, смотрите. Итак, друзья, я собрал сейчас первые вариации. Это первая перегонка, то есть наша задача на максимально быстрой скорости забрать из браги максимально все, что необходимо, то есть спирт-сырец. Вот, для этого нам всего лишь нужен перегонный куб с увеличителем, чтобы нам залить побольше. Штаны-гантели, которые Евгения придумала. Хороший мощный холодильник или дефлегматор по-другому. И вот здесь будет забор. Ну и плюс, конечно же, отсюда мы используем еще попугай. Хотя на первой перегонке, говорят, попугай не сильно нужен. Но, тем не менее. Ну а вторая перегонка, она будет как раз, друзья, вот этот самый до потолка, как я уже говорил. Давайте мы немножко заинтригуем всю нашу публику тем, что покажу я это, когда будем делать, собственно, ее. Но, так скажу, пока на словах, что вот эти царги у нас пойдут вверх. Вот, устанавливаться одна над другой. Этот холодильник тоже пойдет вверх. То есть царга-царга, диоптер и дефлегматор. Сбоку будет висеть у нас узел отбора по жидкости. Вот так это все будет выглядеть. А теперь мы пошли с Женей мыть. Потому что аппарат требует чистки после заводских привозов. Как минимум надо помыть СПН-ку. Спирально-призматическую насадку. Где я уже ошибся. Хорошо, что вы меня в комментариях, скорее всего, поправили. Если не поправили, то вообще просто идеальные зрители. Давайте сейчас спустимся в комменты и напишем свое мнение об этом мероприятии. В шорцах у нас и в телеграмме, и запрещенной в России компанией Награмм у нас будет сейчас стартовать челлендж трансформации тела. Вы не думайте, это все не пьянки для. Это алхимия ради. Изучение вот этих всех вот... Ну, понимаете же меня, надеюсь. Все, кто понял, молодцы. Все, друзья, пошли мыть. Увидимся с вами буквально через несколько дней. Все, пока, пока.